В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с ручной якорной лебедкой LACSI PRIDE, которая без особых сложностей устанавливается на борт любой надувной лодки. Наличие лебедки позволяет существенно повысить удобство работы с якорем, сэкономить место внутри лодки и защитить ваши руки от холодной воды. Начнем с комплектации. У нас лебедка плюс 4 адаптера для ее крепления на борт. Все просто, чтобы установить лебедку, нужно наклеить на лодку адаптеры и уже на них крепить лебедку. От производителя есть руководство пользователя, необходимо внимательно его прочитать перед началом работы. Устройство лебедки представляет собой алюминиевую катушку, по обе стороны которой находятся фрикционные шайбы Ferrado. Все это расположено на нержавеющем валу, который поджимается к основанию лебедки при помощи нержавеющей гайки. По обе стороны блокирующего механизма находятся два опорных подшипника. Два штифта из нержавейки отличаются по длине. Тот, который побольше, крепит лебедку сверху. Лебедка продается без шнура. Тот, что вы видите в кадре, мы купили отдельно. Получилось, что на шпулю вместилось чуть более 40 метров шнура четверки, что вполне устроит многих потенциальных покупателей. Надувные лодки бывают разные и, конечно, могут отличаться диаметром баллона. Так вот, чтобы все встало как надо и стрела лебедки смотрела вперед, а не вниз или вверх, есть возможность все оптимально настроить. Просто переставляем штифт и фиксируем его шплинтом. Роульс также можно двигать, выбирая нужный вынос за борт лодки. Здесь многое будет зависеть от конструкции якоря. Роульс имеет подвижный ролик и якорный стопор. Все как обычно. Важно, чтобы площадка профиля лежала на адаптерах, то есть она не ложилась на борт. Именно ширина наклейки адаптеров должна быть такая, чтобы профиль ложился на адаптеры, а не на баллон лодки. Это будет придавать дополнительную прочность, потому как все-таки эта лебедка будет, нагрузка ложится на ее детали. И здесь у нас видно, что лебедка, она если так вот гуляет, она гуляет именно на пятачках и не протирает баллон лодки. Это важно. Вот здесь тоже самое, что профиль упирается у нас в нашей пятачки и не протирает баллон лодки. Опора у нее хорошая, то есть выдержит большую минуту. Посмотрите, я сейчас своим весом давлю, нажимаю. Ну, пришли мы на условную точку лова. Вот, скидываем якорь, раскрепляем страховочную цепь. Она свои функции выполнила. Для сброса якоря необходимо ослабить фрикцион и после начала движения катушки подтормаживать ее при помощи ручки во избежание шума и вибрации. У нас на шпуле 40 метров фала четверочка. Почему четверочка? Потому как, если использовать шестерку, восьмерку и десятку, веревки сюда поместятся намного меньше. Обычно для надувных лодок, когда выбираете якорный фал, стараемся выбирать не меньше шестерки, потому что та же четверка, если вы вручную будете выбирать якорь, она будет резать руки. И без перчаток это будет очень тяжело сделать. Здесь нам, конечно, хотелось бы извиниться перед вами за качество звука. Дело в том, что ветер поднялся нешуточный, а микрофон с ветрозащитой работать отказался. Но кое-что все-таки разобрать можно. Важный вопрос, насколько хорошо держит фрикцион. У нас сейчас сильный ветер, нас немного тащит из-за того, что якорь, гриб здесь на нашем грунте, он зацепиться не может. И мы проверим вручную, я пытаюсь стернуть фрикцион, он пошел. Потому что нужно закрепить еще сильнее. Как закрепить его? Нужно придерживать, да, придерживать штулю и вручную подтягивать. Потому как, если вы будете затягивать фрикцион просто усилием, вытягивая якорь, он сильно не затянется. Сейчас пробуем. Я уже практически всем своим весом наваливаюсь, фрикцион сорвать не могу. Поэтому лодка будет держаться лебедкой и даже на хорошем течении. Еще раз пробежимся по основным моментам. Лебедка продается готовым комплектом, якорь и фал приобретается отдельно. Подходит для якорей весом до 9 кг и длиной веретена до 33 см. Есть функция самосброса. Якорь отдается быстро и безо всяких усилий. Устройство мобильное, снимается и устанавливается на лодку буквально за минуту. Лебедку можно установить как в носовой части лодки, так и на борт. Удобнее работать, когда лебедка стоит на борту, в районе первой лавочки. Однако, когда якорь зафиксирован на борт, повышается парусность и сопротивление течению. Это, конечно, можно исправить. Например, после отдачи якоря завести якорный фал на носовой рым и зафиксировать карабином. Не пренебрегаем страховочной цепью. В глиссере от ударов фрикцион легко может сорвать. Якорь побежит на дно, а винт вашего мотора обязательно намотает якорный фал. В целом, это очень полезная вещь для надувной лодки. Для выборки якоря не надо напрягать плечи и спину, а также мочить руки в холодной воде. Высвобождается место в лодке, а якорный фал не будет путаться в ногах. Приобрести можно в интернет-магазине Водник. Наличие уточняйте по ссылкам в описании.